Привет, друзья! Я ещё раз повторяю. Ключевая национальная идея России должна быть. Это восстановление социализма. При таком добавлении, которого никогда там не было, человек не мог сам себе создать рабочее место. Желающий человек не мог создать себе рабочее место. Из-за этого социализм развалился. Потому что были активные люди, например, которые... Ну, поэтому они занимались и новой экономикой. Поэтому и был и криминал, и так далее. Ну, а теперь я вам скажу другое. Про метод ключ. Сколько раз я повторял. Когда мне кто-то пишет опять очередной раз это упражнение из тайчи, из цигуна, или из йоги. Я вам ещё раз повторяю. Другая парадигма внимания. В этом вся новизна. Конечно, упражнения простые. Это такие простые вещи, которые вы и сами делаете инстинктивно иногда. И потягиваетесь, и растягиваетесь. И делаете всякие движения. Да, но о чём вы думаете в йоге, в цигуне и в других методиках? О чём вы думаете, делая это? Вы думаете о качестве выполнения упражнений. Ваше внимание направлено, ну, образно говоря, на тело. А в методе ключ внимание направлено на решение ваших проблем. Ну, когда вы, например, гуляете по лесу, или там ходите туда-сюда по комнате, сидите, нервничаете, качаете ногой, там, постукиваете пальцами. Это рефлексы, которые неосознанные действия, повторяемые действия, автоматические. Но вы же думаете о решении своих задач, а не о том, как качать ногой или стучать пальцами. Но то же самое, я просто взял, проанализировал, что в этих всех инстинктивных действиях, которые человек выполняет, чтобы снять лишнее напряжение, лучше думать о решении своих задач, потому что человек хомо сапиенс, человек разумный. Он не должен превращаться в инструмент. Он не должен ставить инструмент выше своей цели. Его цель – это образ будущего. Каким он хочет быть, как решить свои проблемы. Об этом и надо думать. А эти все упражнения, там, ключевой стресс-тест, синхрогимнастика, они все построены на этих инстинктивных действиях, поэтому там не приходится долго думать о самих упражнениях. Они естественные, они такие естественные, что они легко автоматизируются. И поэтому там не надо ждать. В этот момент ключевая ошибка, когда люди начинают ждать, когда же у него появится пустота в голове, о которой мы говорим, что метод ключ легко может открыть эту пустоту, снять этот ненужный диалог внутренний. Он очень нужный. Это просто идут такие потихонечку затихания, колебания мозга, когда человек из режима такой активной задействованности, потом, например, в медитативном состоянии, выходит на это безмолвие, а потом и на пустоту, на отсутствие эмоционального сопровождения мыслей. И там находит решение. Но не надо об этом думать в момент выполнения упражнений. Это механизмы. Это механизмы. Вы думаете о своих задачах. Вы думаете о том, что вас волнует. Берите вот эти самые упражнения, даже возьмите цигун, даже возьмите упражнения йоги и начинайте выполнять их, думая не о них, как их правильно выполнить. Это совершенно в данном случае не нужно. Важно то, что вы думаете о решении своих проблем. А эти упражнения, инструмент, которые помогают им лучше решаться. Вы помогаете своей голове, снижая лишнее напряжение с помощью этих действий и с помощью приёмов и упражнений, помогаете своей голове лучше думать, лучше соображать, находить выходы из тупиковых ситуаций. Поэтому и там, в методе ключ. Другая парадигма внимания, совершенно другая концепция, поэтому не надо мне постоянно говорить о том, что это есть цигун или в Белояре, или ещё где-то. Нету там этого. Там вектор внимания другой. А здесь одновременно вы решаете свои задачи и одновременно оздоравливаетесь. Поэтому, например, приём-разгрузка у нас очень простой. Вы стоите и туда-сюда болтаетесь, как дети, или качаетесь, сложив вот так вот руки на груди. Находите то действие, которое легче автоматизируется, то есть перестаёт мешать вам думать. А думайте о своём. Вы же так и делаете в жизни, когда не знаете ключа. Вы это делаете инстинктивно. А зачем же тогда нам ключ? А для того, чтобы вы, когда вы осознанно это делаете, у вас развиваются навыки. Навыки развиваются. Потом вы можете это сделать в любом месте, в любое время, без всяких упражнений. Но бывают такие случаи, когда нет у вас возможности руками махать, качаться, ногой качать и так далее. Вот вы в голове там. То есть по существу, выполняя то, что вы раньше выполняли инстинктивно, через осознанные приёмы метода ключ, вы развиваете свою осознанность. Да, осознанность это что такое? Осознанность это сознательное регулирование уровня напряжения, потому что, когда вы регулируете уровень напряжения, вы из состояния страха, наверное, возможного, суеты мысли, из этого хаоса, когда не знаете, как быть. Постепенно переходите, делаете упражнение, быстрее переходите к состоянию спокойного ума, уверенности в себе, уверенности в том, что то, что вы делаете, или то, что задумали, например, проект какой-то, что он у вас получится. Да. А ведь что происходит, например, в религиозных методиках? Повторяемое действие, повторяемая молитва. Вы же, когда совершаете молитву, вы же что-то себе воображаете, вы же воображаете не только обращение к Господу, вы себе еще там молчаливо понимаете для себя лично, для чего вы это делаете? Вы хотите, чтобы он помог вам, да? То есть у вас есть образ будущего. А вот это повторяемое действие снимает лишнее напряжение? Точно так, как качаешь ногой или ходишь туда по комнате. Повторяемая молитва, она снимает напряжение и тоже заполняется образом будущего, вашими чаяниями, вашими надеждами. Это же то же самое. То же самое. Поэтому йога, медитация, цигун, всевозможные различные другие методики, и повторяемая молитва, и мантры, и даже рок-н-ролл, когда вы делаете повторяемые движения, которые вам синхронны, вам соответствуют, напряжение падает, и вы прямо тащитесь, танцуете. Да-да-да, это все одно и то же. Это одно и то же в разных формах. Не надо застревать в формах. Потому что, когда нас учат медитации, например, нас заставляют правильно учиться, да, вот, кто какие рекомендации дает. Там вот думают об этом, об этом не думают. Все это прошлый век. Я вам даю самый простой и понятный метод. Метод-ключ. Вы все это можете сделать сами, если вы знаете эти принципы, правила подбора приемов, которые синхронны вашему текущему состоянию, когда то, что вы делаете, соответствует лично вам. Тогда напряжение падает, потому что наступает гармония, согласование духа и материи. Думайте, делая о своих упражнениях, о решении ваших задач. И вы заметите, что ваша жизнь улучшается, потому что ваши задачи просто улучшаются, потому что вы себе позволили думать о них, снимая лишнее напряжение, которое в обычной жизни, когда появляется лишнее напряжение, лишнее. Происходит зависание. Как зависание в компьютере. И тогда компьютер надо перезагрузить. А вот когда вы делаете эти упражнения, приемы, делаете хлест руками по спине, делаете упражнение лыжник, делаете шалтай-балтай, или моделируете плавание, игру на барабане, или моделируете еще что-то такое, там, например, что вы гребете на лодке веслами. Ну, там вы знаете методику, я вот в некоторых сайтах показывал. Ну, на сайт выйдите на стрессу и хасайру. Там же есть и книжки, там меню есть магазинное. Нажмите туда, там и книги, там много чего, вебинары. Посмотрите все это. И у вас все получится. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!